Птичьего гриппа в Чувашии нет, однако расслабляться нельзя, отмечают специалисты. Через территорию республики пролегает маршрут миграции дикой птицы. Имеются места гнездования водоплавающих пернатых, а значит, сохраняется угроза заноса возбудителя болезни. Больные особи могут заражать домашних птиц и животных, и даже человека. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют проводить иммунизацию своевременно. Сегодня мои коллеги побывали в Цивильском районе и увидели, как проходит вакцинация. У Надежды Блиновой настоящий птичник. Женщины разводят и гусей, и уток, и кур. О том, что домашнюю птицу необходимо прививать, узнала от местных ветеринаров. Согласилась сразу же. На сегодняшний день 17 кур и один петух. Еще бройлеры цыплята. Я рада, что привиты мои куры. Теперь не будут болеть криппом птиц. Можно теперь будет спокойно яиц кушать. После прививки можно, сказали, яйца кушать. Мясо можно есть. Как правило, периодичность повторного ввода прививок составляет срок около одного года. Иммунизация проводится на бесплатной основе. Иммунизации подлежит птица старше трехнедельного возраста. Вакцина вызывает иммунитет от острозаразного гриппа птиц у всех видов. Иммунитет образуется на 21 день после иммунизации. Всего в 2019 году планируется охватить профилактической иммунизацией более 660 тысяч голов птиц. В этом году вакцинацию против гриппа проводят за счет федеральных средств. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.